Да, давайте начинать. Друзья, кто хотел зайти, зашли, кто не хотел, не зашли. Видео у нас включилось, я думаю, все включилось. Все, можно зайти, прижать полку и закрыть дверку. В общем, они здесь сидят. Да, сейчас, просто не были любители здесь, а на фото. Все, все работает, я начинаю, да? Замечательно. Дорогие друзья, рада вас приветствовать здесь. Как видите, я вам расскажу сегодня про то, как привлечь новичков в морде. На самом деле, я расскажу вам про опыт того, что у нас выстрелило в Красноярске, когда мы делали ролевой проект, который называется «Нейтральные годы». Как несложно понять из этой чудесной презентации. Проект состоял из четырех частей, которые готовили людей постепенно. Я вам покажу три простейших механизма. Я, как я вчера говорила, падала в речки и мастерю всего год. Это такая самая важная, исчерпывающая обо мне, как о человеке. Поэтому у меня нет таких суперприемов, когда раз, достаешь из кармана, такой хочи, козыри, козыри, козыри. У меня такие очень простецкие вещи, которые сработали, этим не хочу поделиться. Все. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, можно тыкнуть на следующий день. Значит, о чем передача? «Нейтральные годы» — это авторский сеттинг, не побоюсь этого слова, авторский сеттинг. Игра о Второй мировой войне, в которой победила Германия. И вот это вот, собственно, первая мировая война, в которой победила Германия, потом бла-бла-бла, вторая мировая война. Да, но не человек в высоком замке. Но для аналогии, для простоты можно взять. С этим рассматривать в любом случае не будем. Составные части вот этого всего, что происходило в течение года. Маленькая кабинетка. Вообще у нас в Красноярске, из которого я родом называют, лунгидоки. Но когда я произношу это слово, некоторые люди, у них дергается бровь, и еще где-то в неприличных местах. Они так типа «ланчо», и я пойму, что это же кабинетки, на всякий случай. Так вот, маленькая кабинетка, большая кабинетка. Ну, она была, правда, во дворце, но не дворцовка же, поэтому большая кабинетка. Стратическая игра. Квест в библиотеке, особенно нужно обратить на это внимание. Упоротый мордик, ну, это достойно отдельного повествования. И выездная игра на базе, которая, на самом деле, не база, а лодка. Ну, прям, у нас все. Тут дворец, то лодка. Лодка, в смысле? Большая лодка. Ну, лодка, в смысле корабль, который принесли ее плавать. Вот такая лодка. Сегодня на лайфхаках я расскажу, как мы его арендовали, ну, не за полную стоимость, а за 10% от нее. Это отдельная тема. Следующий стайд, пожалуйста. Это, ну, сейчас скажем, уже. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Да, 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 да. Люблю целую, тут даже я сейчас не понял. Все, следующий стайд, пожалуйста. Отлично. Откуда мы вообще брали новых людей? Ну, то есть, все очень просто. Я маркетингово предсказывать не буду. И вообще, я вам не очень много буду говорить. Мы сейчас будем работать и перекладывать в практику то, что получилось у меня, чтобы оно получилось и у вас. Все очень просто. Мы сделали большую воронку, ну, такая классическая воронка продаж. Много людей сверху, кто-то понял и ушел вниз. Это именно про новичков. И мы сделали очень много рекламы. Рекламы много. Это, в смысле, не один раз пост на своей странице вывесили. Смотрите, какой классный, я заперил игру. А это работа с партнерами систематическая. И мы сделали акцент на этом, как это делается обычно в ивентах, в ивент-агентствах. И получилось хорошо. То есть, мы свою рекламу не давали вообще. Мы давали рекламу через партнеров. Это нам дало много людей на входе. А как мы этим простым, обычным, нормальным человеком объяснили, что такое нордик, вот про это, собственно, моя презентация. Двигаемся дальше. Маленькая кабинетка. У меня есть видео на каждый этап, ну, на все, что случилось. Но так как у нас слишком мало времени, мы видео смотреть, наверное, не будем. Зачем, ну, как бы, главный плюс, зачем вам этот слайд? Надо понимать, что вот все эти люди, я могу тыкнуть пальчиком в тех, кто является ролевиком. Все эти люди, за исключением раз, два, три, четыре, четырех человек, и на этом, и на другом слайде, это люди, которые играли впервые в своей жизни. Вообще впервые. То есть, их до этого не было ни к в истории, ни каких-то там сомнительных игр с друзьями, ни денджинов, под столом, вообще ничего. Можно заметить, что они пришли даже в костюмах, что характерно. А некоторые даже арендовали костюмы у нас. Люди готовы к этому морально, если их правильно прокачивать. Ну, вот такая есть идея, такой тезис. Ну, и здесь, собственно, что мы использовали? Легкость входа, мы давали реквизит людям. Мы делали видеозагрузы, и это проходило бесконечное множество раз. А такому еду по 9 человек прошел, ну, что-то раз в 28-29, например. В Красноярске, Новосибирске, в Томске, много где. И здесь даже есть на конвенте живые люди, которые в это играли, у них можно спросить, как это было. Окей, то есть коровка. Следующий слайд. Да, коровка, совершенно верно. Большая кабинетка со зрителями и террористическим захватом. Вот ее мы будем, собственно, смотреть, чтобы понять, о чем передача, потому что на ней был использован первый метод инклюзии. Когда к нам пришли люди, вчера я узнала, что это вот как раз иммерсивный театр. Ну, правда, Ваня, наверное, если бы здесь был Ваня, он бы сказал, не-не-не, это не иммерсивный театр, мы сейчас зарубились бы за термины. В общем, у нас были зрители, которые могли интерактивно взаимодействовать с полноценными игроками. Такая была идея. Сразу скажу, что, ну, как бы это была не лучшая игра в сейтинге. Но давайте посмотрим видос. Я объясню, как это сработало у нас, и мы это сделаем в проекте. Видос у нас в отдельной папочке, они у нас не встали в презентацию. Берлинская выставка, да, версим. Так что, не знаю, будет ли у нас звук. Сейчас, там звук будет не очень громко, но... Звук погасить, кстати, пожалуйста. Отсюда можно идти. Здесь нету. Джек. Здесь нету. Продолжение следует... 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 Так вот, первое мое задание круга группа. Я предлагаю вам, во-первых, разделиться на, ну не знаю, давайте пополам, на две группы. Разделиться на две группы методом несложных впечатлений, вот таким образом. И взять наверняка у кого-то из вас, значит, зачем вы пришли, наверняка у кого-то из вас есть игра в этом противном сезоне, которая будет, ну то есть, которая не была, а которая грядет. Если есть такая идея, если вы сюда пришли, значит, наверняка вам нужно привлекать людей и сделать первый минимум людей привлечь на свою игру и показать им возможность взаимодействия, ну тогда можем придумать историческое блокно. Показать им возможность взаимодействия с родевым миром. Какие фестивальные штуки можно встроить, ну, собственно, в такое пространство? Вот мой вопрос. На самом деле для нас здесь, как куски аттракционов в фестивале сделать так, чтобы левая игра не поломалась, потому что, ну, проще, мы знаем много попыток там. Так, иначе, ну, мы возили исторический концерт на львую игру свою, безумный масс. Там, мы видели клёпиное вытечнение, там, группа колевала на параде и прочее. Обычно это вызывало у волевых игроков ковровое жопа-бомбометание. Называем вещи своими винами. Наши толчки это ненагидят. Потому что мне кажется, что это приход из реального мира, цивилов и прочего. Ну и реально обычно получается много хуйни к тому, что вот такой вот, я не знаю, про вашего товарища Звездунова, но, грубо говоря, приходы цивилов со своими проектами так, они из них умеют нормально маскироваться в занавеску, процентов 10. Ну, у нас... Можно сразу вопрос, зачем открываться в занавеску, если можно было скидать в процентов? Нет, имеется, это и есть, у нас просто, извиняюсь, это, да, термологически, наш занавеска родовой игры, имеется в виду находиться в ткани игры в ее полотне, фабуле в меру и так далее. То есть, грубо говоря, когда у нас стоит чувачок с фестивалем, грубо говоря, их звукорежиссер, он должен к подошедшему к нему игроку, который говорит, эй, бабла дай, сказать не пошел нахуй я звукорежиссер, а сказать дяденька не бейте и отползти. Ну, короче, коллеги, сейчас начинается параллельное обсуждение, я хочу сфокусировать ваше внимание вот на какой идее. Есть действительно интерактивные вещи, которые ломают игру. Ну, давайте мы будем придумывать не их, а мы будем придумывать вещи, точнее, брать из поля вещи, которые будут ее дополнять и усиливать. То есть, можно было строить шоу-то 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 шоу. Мне нужно на выходе активности, то есть, пример игры, там, например, у нас игра про горных лень и пример площадок фестивального типа, через которые можно ввести большую игру за такую игру. Все, пожалуйста, у нас тут жесткий тайминг, 3 минуты, и кто-то дописывает из вас. Кто-то дописывает, тот, кто-то дописывает. Кто-то дописывает, тот, кто-то дописывает. А разные вещи, где же локации. А кто-нибудь хочет суть у нас? Николай Белуэрбокс. От какой у него вы напоминаете? Там, на середине, я ввозу. Отчасти там концерты. У Беларукова. У Беларукова. У Беларукова. Ты того, что мы увозили, я садил. Музыка, я считаю. У нас есть фестиваль, у нас есть фестиваль. У нас есть фестиваль, у нас есть фестиваль. У него такой колоконистический установок. Прости, надеюсь, мы берем каких-то людей с околой недусовки. И что получается с рома-то шоу. Сыр. Лучше всего с собой был Беларуковский банк. Но был важный плюс, что люди... Вот я знаю, что сразу хватает еще полигон. Это полигон. Я сразу подумала про фестиваль, что можно добавить. А что люди, ну, в течение этого. Могут ровно учиться, кто-то, не знаю, пригласить, не знаю. Так вот, вы имеете в виду, какой-то, 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 какой-то. Ну, потому что здесь, кто-то цивил, а ему важно купить какие-то любые баллы. Кстати, да. А потом получается, что для каждого... Нет, 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 нет. Это означает, что у тебя здесь есть... Ну, например, с того, что, вот, я на другом, я... Тренировка. 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 Да. Ну, конечно, что. А на третью, они делают её больше всего. Так что, делать-то круче. Тренировка. 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 Угу. Стар Mizra�. Ну, так, может быть, кто-то, не знаю. Я… Да. Да, очень серьезно. Там, где. У нас есть вопрос с хайселями. Да, все верно. А где могут кто-то услышать и как бы оооо? Сейчас, в которой перебиваю, я в поле это делаю и будешь, потому что мне плохо. Ну это же не детектив. Или это не очень? А, это не очень. Так, это не очень. Это отдельная, типа, мы зацепила. Это поиграть, учиться играть на инструменты. А, ну, в составе с музыкой и танцами, я думаю, что это будет с разными. А почему ты думаешь? То есть, может, давайте разобьем на задачу. Нет, это уже есть танцы. Это так, чтобы его специально не молдю. Это, ну, грубо говоря, всем понятно, что... В принципе, потому что мы работаем с танцами. Но у меня есть идея. Скажите, что можно сделать? Можно придумать какое-нибудь классное приложение, которое человек подходит, сразу скачивает, и там есть, например, несколько заданий, которые взаимосвязаны, и люди уходят в класс. Товарищ Кунг, предварительный. Может быть, даже получать... А, окей, я понял. Товарищ Кунг. Внутриигровой квест. Да. То, что обсуждаем. Вот это подготовительный квест, который может выбирать смысл, поставить цели. Внутриигровой квест. Или еще одну минуту поработаем? Одну минуту. Еще одну минуту, да. Теоретически, наверное, эту фигню можно развить до состояния физического цвета. То есть это можно сделать какой-то раз куда-нибудь у нас. То есть они все равно... То есть они все равно... То есть они должны найти место, где была игла, и только подставку, где мы уже перераскивали. Мою завеску этого игры. Белый характер не кломает, потому что я реально не очень люблю. Когда я их не знаю, я смотрю. У меня об этом тихо. Человек стоял со свечками этого совета. Было, конечно, слишком весело, но это не мое любимое извращение. Потому что это надо без взаимодействия. То есть, когда они играют, я, честно говоря, мы идем в Чехию, потому что я иду, когда я автоматически в такой момент прилетает куда-нибудь идем. А что слово есть? А что слово есть? Нет, я бью по лицу человека, который стоит, что трогает, что не участвует в его игре. Так вот туда, пожалуйста. Какой тут повод? Мы с ним не играем, мы с ним по поводу нет, мы с Федерацией. А на их закону у меня просто похуй. Просто у меня сама себя в бокал. Ну, то опять-таки, конечно, как-то... Ну, ладно. Мы сейчас уступаем невеличий гендер от моего партнера. В ТЭК-Олтах. Да. Значит, у нас приложение с ВАС-Олл, были просто с ВАС-листы, и неважно техническая тренировация. Да. У нас были и треотехники, которые играют на фрей, которые заманивают людей и просто с ними играют. Нет, наш вопрос здесь. Коллеги, коллеги, да. Вот можно все, все, что не по теме, все во видео успеем обсудить. Время действительно закончилось. Давайте накидаем те идеи, которые случились. Я еще вот что сделала. Мне показалось, что это сейчас важно. Слышу про... Слышу обратную связь про то, что не все активности ко всему подходят. Да, чистая правда. Поэтому отдельная колонка правила появилась. Правила подбора этих активностей фестивального типа. и я сюда скинула то, что я сейчас поясню, что у меня сработало, и от вас жду тоже вот этого накида к обратной связи и так далее. Итак, кто готов первым? Ну, мы можем. Вперед? Хорошо. У нас, собственно, да, Великий Хинт говорит. Значит так. Итого, из того, что вот там, было использовано долги, там, за рубли. Первое. Это различные концертные элементы, потому что во многих мирах разные группы выступали. Ну, реально. Просто. Мужик с гитарей-огнеметом сделан на безумном максимум многие вещи лучше. То есть, музыканты в концерте. Окей. Имеют большой плюс в том, что они как раз, в отличие, вот, что, кстати, пункты четвертого потоки, музыканты, бух, в отличие в секунду. Большая часть состальных активностей, которые мы обсуждали с вами, можно могли понимать и так далее, называется аттракционные. Все-таки так или иначе, мы приходим в какую-то локацию, нам там автомобиль, и так далее. У аттракционных главный минус, этот даже с вольвиками хорошим, то есть, истории про очереди в данж, это там наши питерские мемы, было бы говоря, звучит, как то, что любой аттракцион в стране игры даже с вольвиками, они выпадают из стран игры в очереди, а от цивилов мемы, чтобы они делали то, что у них это делали. Мемы? Получается, ну как, фокусники, или получается это... А, это аттракционные фокусники. Под общей категории аттракционных и... Это аттракционные, да, это и фокусники, игра, арены, и веревочный парк, и так, то есть, из-за деталей, вариантов фокусников, это веревочный парк, отлично зашел на игре. Веревочный парк? Ну, мобильный веревочный парк, болото было в середине полигона, то ее нужно было переходить, для того, чтобы она работала. Там хорошо работали битвы робота. это, по-другому, до ролевой игры мы сейчас обсуждаем, или включить вообще в игру ролевую? Ну, вообще, обычно это включается, то есть, технологии у нас приема все, что есть в игре, должно быть в рамках игрового мира. Мы не должны давать занавеску игроков, это наиболее священное, что у нас есть. Естественно, то, что мы сейчас обсуждаем, все-таки первый фокус внимания, это уже на игре происходит. Просто смотрите, я это еще написала, я не проговорила, важный момент, я проговорила, но забыла. напряжения по времени. Естественно, вот прозвучала прозвала фраза там, типа игроки выступают игротехниками. Естественно, игроки-то пришли поиграть. И, естественно, мы не должны отнимать�� в них возможность поиграть, но, если правильно преподнести ролевое действие, оно очень выгодно смотрится со стороны, когда все одеты, когда все подготовились. tok, процесс закончится посидев… — Так, есть смешные вещи, которые в этом плане делали — ограничения по времени ставятся на шкидайны. даже не было ограничения по времени, это ребята, которым однажды ходили в нашей фестивали, получился голливая честно говоря это которые московские автарасы здесь как раз идея другая цивилы являются инструментом игроков и ресурс для их игровых действий друг с другом цивилы это простые люди да ну да те которые можно еще вопрос а что значит это насколько я понимаю означает что-нибудь чтобы не было хорошо следующая вещь это квест бегательный но собственно классический но простить смысл смысл это может быть немножко подготовить добавить дополнительные смыслы какие-то правила понятны для того что он как раз хорошо добивает цивилов по их темпераменту ты по времени приход на локацию хорошо понимаешь что это за люди и как с ними работать но я смотрю с точки зрения не для главного понять а действительно помочь людям быстрее лучше вписаться что делать не так там было даже в среду в чем то но но неважно но это помнена есть уже сколько лет и уже делаем но наша получается дорогая я написала чтобы мы не зарублять это это еще уже ну и я Извините, что я вас подгоняю, а вы будете обновлять как-то вещественные ситуации. Ну, это мы сказали. Давайте мы тогда... Да, давайте. У нас была изначально фоксеттинг, это игра по токе, ну, полигонка. Мы подумали, что в это можно вписать какие-то мастер-классы, учиться или услугу какого-то. Мастер-классы принесли. Потом было предложение классное сделать детскую зону, где можно рассказывать какие-то сказки, игры, которые опять-таки будут в мире. Мне кажется, здесь же это больше мастер-классов. Ну, детская зона с фобитом – это добрая старая традиция, даже просто для веков, чтобы избавить их от кунгинов, которые решают утолчить. Даже я бы предложила просто взрослым играть с тем, потому что тогда будет какое-то игрок, которое вводит, ну, как бы ими занимается, по сути. Да, там еще отдельно потом стали делать квесты, завязанные на то, что нужно прийти и развить детей, у которых количество всевластия лежит. Это реально просто опыты, которые уже были. Всегда шиво делался на всех крупных потолках, наверное, почти именно зоной для сдачи детей. Сидит профессиональная няня параллельников, которые ей помогают и делают детям развлечения игры, и иногда делают так, чтобы просто и вольники, но, понятное дело, без вами, и приходили туда. Следующие – это у нас были разноразные игры, там, стреляясь у звука, вот такого обмана. Я это могу в мастер-классы просто приписать. Мастер-классы, на самом деле, это, в общем, тоже, в частности, акционов, честно говоря. Потом о говорительной практике может кто-нибудь спросить? Скажем, какой-то такой культурная фишка, когда люди друг другом хвалятся, они на ходу придумывают себе легенды. По сути, два воина каких-то говорят, а я тебе славнее, потому что я медведя убил в прошлой зиме. Такой баттл между двумя. Да, а кто говорит, да ты его убил, да ты его в лаву добавил. Нельзя, не работают все работы, которые требуют, чтобы цивил начал играть говорящую роль и открывать рот. А я только хотела спросить, это у нас цивилы делают? Или, например, цивилов происходит? Я думаю, мне кажется, что просто можно было бы раскачать людей, чтобы они начали фокусировать. Это никогда нет, это не работает, потому что ануток не работает никогда. Да. Я с вами сейчас вошу. Да, я с вами соглашусь. Давайте поменяем формат. У нас мозговой штурм, мы идеи здесь не обсираем, обсираем их потом. Да, мы не обсираем идеи, не говорим, что они не работают. Да, если хотите, потом встретитесь и скажите кому где что не работает. Я идею на уровне идеи записываю, что из этого проекта решать только вам. У нас здесь была 10 идей. И на самом деле у нас работали дебаты. Ну то есть не именно в формате, где изящная словесность, а дебаты в смысле отстаивания своей точки зрения. Вот это сколку дома, рабочий формат, поэтому я все равно запишу дебат-баттл. Вот в этом вот. Дебат-баттл, даже интересная формировочка. Да. Дебат-баттл. Ну и я запишу, что история. Дебат-баттл. Дебаттл. Вообще. Вот смотри, новые направления открыли. Дебаттл. Представящие недарок выжали сегодня. Дебаттл. Работа с игровыми текстами. То есть когда по сути им нужно найти какую-то информацию, у них есть тексты, они ничего не знают об этом, не будут дать тексты, да? Да. Но их мотивируют таким образом, что квест нужно решить тем, что они прямо с текстами работают на игре. То же самое, что клад искать, только не ходить, а работать глазами. Они этого не хотят. Мы сейчас не обсуждаем. Да. Держи себя в руках. Для тебя это самый главный квест, я понимаю. Дальше у нас была идея такая, как тольят. Там люди могут и поесть. Выпить и поставить с вас. Да. Товер продался, клашусь. Особенно круто, если она делается, извините, это тоже уже из личного опыта. Товер особенно круто, если она делается за игровые деньги. Игровые деньги до этого зарабатываются в игровом мире. Ну то есть такие типа цивилы приходят, получают какую-то минимум вводную, зарабатывают деньги, у них нет для этого возможности не найти игровые деньги, их идут и тратят. Большое спасибо. Большое спасибо. У нас есть довольно много идей, которые можно использовать. Можно поспорить о том, какие идеи работают лучше, Так как мастер-класс мой, я делюсь опытом, я вот сюда записывала правила, которые для меня были важны, когда мы это делали, и которые реально помогли улучшить процесс. Первое правило, естественно, все активности должны соответствовать сеттингу, если вы просто договорились с каким-то партнером, он приехал, но он как бы не пришел, и чему-то что-то. Продает боющие чаши? Ну, такого опыта у меня не было. Ну, да, если в сеттинге это смотрится странно, лучше отказаться от работы с таким партнером. Автономность каждой площадки и их независимость друг от друга, на самом деле была изначально наша идея, когда мы все это планировали, что люди должны где-то проходить через определенную воронку, то есть двигаться от площадки к площадке, побывать у каждого партнера и так далее. Но прямо на игре мы это правило убрали, потому что работало оно ужасно плохо. Вопрос? Нет, я вспомнила еще один момент. Ну, скажи, у меня просто мастер-классники работают в плане как начинающие игроки, вот с такого. Это прекрасно. Дело в том, что были такие моменты, когда спасал, когда человек не умеет играть на почек уже, почек, 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 почек. Роли либо, ну, он не говорит, ну, нельзя говорить по каким-то причинам, либо это птичка, рыбка, вот. Ну, да, до этого пункта дойду. То есть, недовольная пункта. Да, это роли животных каких-то, либо роль, там, нового. Предметов. Вот, взявшего объект молчания. Ну, короче, какие-то причины. Если дать такую роль, то человек не будет натыкаться на то, что он говорит не то, и он раздражает людей. И прочее, и не получит почек. Кстати, секунду, в этот момент это называется метод паровозика. Второй, все-таки, тип, это как-то гриб, доведение, капотин, это не, я жду группу очередную на станции, это я бегаю с группой, паровозив ее на себе. Потому что, честно говоря, бессловесные роли для новичков, мы напечатаем эту ужасную практику, и нужно и не шарать правом железом. Это удивительно, ужасно и недопустимо. А посадить человека рядом с хорошим игроком, который его, если что, подправит и вытащит, и будет подталкивать куда надо, это работает. Это у нас не было, это записывает, потому что, правда, хорошая идея. Вчера мы ее обсуждали, я не помню уже в каком информате. Я потом расскажу, у вас есть специальный игрок, а это готовая коробка. Идеально. Я записала умное слово «коуч», у нас тут даже вот «коуч»… Нет, «коуч» это не то. Нет, я просто хотела, смотри, я записала, я перечеркну равно, которое я между ними поставила, записала, и «паровоз» и «коуч», ну, то есть я услышала, что твоя идея не про это. Консультанты и «коуч» это разные люди, консультанты нахуй не нужны. Да, заглашусь, но нет, вот с этим уже не соглашусь. «Паровоз» — это одна технология, «саппорт» — другая технология. И «саппорт» хорошо работает в форматах, ну, не прямо в ролевых играх. Я видела, как это работает в психологических тренингах и просто в тренинговых бизнесовых форматах, когда люди никогда прежде не играли в бизнес-игры. А здесь они пришли, у них есть наставник, наставник модератора, который напрямую в процесс не включается, он всегда и на что вне процесса. На рамках просто чуть-чуть показывает направление для того, чтобы сам человек двигался. Да, 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 и немного модерирует процесс. Да, совершенно верно. У нас в игре были фасилитаторы в итоговой игре, вот в последней, которая была на корабле, и это было прям очень круто. Ну, то есть, вот, ты вообще годная технология, мне ужасно понравилась. Хорошо, у нас называется «кикер». Ну, да, то есть мы можем называть это разными. А фасилитатор — это две разных функции. «Кикер» — это который пинает в определенное направление, а фасилитатор — это тот, который предлагает варианты, и человек сам начнет действовать, выбирает результаты. Хорошо, «кикер» — это не всегда с тобой сходить, я уже понял. Да, коллеги, возвращаемся. Разнообразие, ну, я думаю, даже выяснять-то не нужно, да? Потоки, ну, в смысле, если бы все 140 человек, на самом деле присутствие 140 человек не ощущалось, потому что они присутствовали, 140 человек все в одном помещении одновременно. Все было разделено на потоки, и они присутствовали в пространстве игры от 15 до 30 минут. Заходили, смотрели, подходили на площадки, уходили, выходили из пространства. И за счет того, что они проходили разными потоками, это не травмировало, ну, как бы, людей, которые играли, потому что к тебе очередь не выстраивалась. Как они организовать эти грамотные потоки? Было время. Ну, то есть потоки организовывались по времени, группы собирались в определенный временный промежуток, и запускались в пространстве игры исключительно поигрывающей. Время сессии отлично легко заворачивается в занавеску. Всем известно, что нельзя находиться в одном месте больше получаться, иначе тебя убьют в ныро. Ну, мы никогда не жалко, я просто не жалко, не жалко, не жалко, не жалко, не жалко, не жалко, не жалко. Почему время сессии равно этому? И если даже в эту же кассу про потоки, у нас на самом деле, а, нет, не в эту кассу, что я скажу. Самая настоящая, про потоки больше отвергнет себя. Про правила взаимодействия. Про правила взаимодействия, вот как вчера было очень классно рассказано на инверсивном театре, актеров ругать нельзя ручками, даже если очень хочется. Здесь тот же принцип, если ты подходишь и видишь, что игрок играет, и тебе с ним нужно поговорить. Были правила, отдельный список, и мы готовили людей перед тем, как они входили в пространство игры, что они не могут там все трогать, совсем не делать селфи, типа, о, боже, он стреляет, смотрите, да, я делаю селфи сейчас в этот момент. Нет, конечно, были правила, которые позволяли не нарушать, но максимально не травмировать именно процесс игры, но при этом сохранять уровень взаимодействия с игроками. Наличие таких правил, я считаю, вообще обязательным в этом процессе. Если есть фестивальные вкопления, но нет правил, получается хрень. Есть ли какие-то, может быть, список, что ли, этих правил? Я могу расшарить те правила, которые были у нас, было немного, да, с удовольствием. Было некие ориентиры. Welcome, welcome. Я продолжаю нас подгонять, а то мы не пообедаем. Да, да, да. Нет, пообедаем по-любому. По-любому пообедаем, да? Ты договорился. Страктическая игра, да, стратегия нас дождутся. Да, стратегическая игра для стратегов. Здесь тоже должно быть видео, мы можем все видео потом посмотреть. Я вам также на них скину ссылки. Это у нас, ну вот, там на самом первом слайде был список. Это у нас, да, вот можно здесь остановиться. Это у нас уже про другую историю. Когда у нас прошла берегинская выставка, сразу, ну, я вам сразу сказала, что это был далеко не самый удачный элемент конкретно этого сеттинга. Там были и мастерские ошибки, ну, это была вторая игра, которую мы мастерили. Там был и, ну, короче, было много разных нюансов, в частности, плохой кастинг тоже. Но после этого мы получили большой приток новых людей, которых нужно было постепенно вводить в мир. То есть, столкнулись с проблемой, привлекая новичков, что они, в общем-то, уже хотят, но пока не понимают, как. И здесь мы, по идее, собрать из них, ну, типа, роликую школу, обучить их, там, все дела. Но так как это в основном люди взрослые и загруженные, они не готовы собираться и систематично ходить на школу, типа, там, полгода готовясь к игре. Поэтому мы включили несколько активностей, стратегическую, ну, в частности, стратегическую игру, которые не предполагали глубокого, там, обувема, охренительного погружения в свои эмоции. Охренительного погружения внутри мимо. Да, совершенно верно. Это как в лонгидоке, ну, то есть, мы сейчас сверяем понятия. Глубокого погружения в персонажа не предполагало. Предполагало отработку функционала и отработку конкретных правил по стратегии, которые потом на игре присутствовали. Мы из этого докрутили, да, из этого мы докрутили целую игру полузы. Сколько у вас было в неделю? У нас это все прошло за один день. Было четыре хода, они были очень четко регламентированы по времени. Каждый ход один час. У нас было программное обеспечение, которое мы написали специально по эту штуку, чтобы оно автоматически считало эти ходы. Понятно, пошли изобретать фарановский велосипед. Ну, как бы, по большому счету, велосипеды изобретают все, пока не находят это где-то там, типа, правила на боевке. Написанные там еще в 93-м, Илом Ребровым и так далее. Ну, то есть, да, мы отчасти изобрели велосипед. Фишка ключевая. Почему это все прошло за четыре часа? Людей, ну, их было, сейчас скажу, сколько в районе, надо пересчитать, ну, в районе там 58. Из них процент новичков доходил до 50. Ну, то есть, там было около 20% вообще новых игроков. И 30% игроков, которые, ну, сыграли там раз до этого, два раза до этого. Которых все закрыли как раз тоже через свои мероприятия. И при таком обилии новичков мы разделили их вместе с более опытными игроками на группы, на страны. Вся концепция игры предполагала разделение на пять крупных стран. Они ходили одновременно. Их ходы влияли. Они были полностью изолированы друг от друга, находились в разных помещениях. У нас до этого была целая библиотека. Ходили одновременно. Их результаты других команд приходили им в следующий ход. И при этом они прорабатывали правила, влияли на мир, взаимодействовали по определенным правилам. Мы выходили в переговорные комнаты, отправляли письма, созванивались и прошло очень хорошо. У нас не шло, а зашло на самом деле. Такая же макро-карта ставится во время всех подроков игры, чтобы не мифицировать эту подготовку. Ты делаешь что-то на макро-карту на игровые ресурсы. И у тебя идет, ну, грубо говоря, мы работали в режиме два хода в неделю. Которые делают здесь еще одну задачу вашу, чтобы игроки не забывали о том, что вы есть. И в принципе, друг другу начинали взаимодействовать. Ну да, поддержка, поддержка среды, да, соглашусь. И очень классное слово, мое любимое было при мне, ну, я вообще пришла в мир игр, из мира бизнеса. И игры как бы стала в бизнес перетягивать, что устраивается, то устраивается. Гимификация подготовки. Ну, то есть, когда подготовка, это не тупо мы собрались, и кто-то там читает правила вслух, а мы засыпаем, обтекаем по стене. Когда подготовка становится для игрока интересной, она его как бы, ну, включает в процесс до игры очень сильно. Особенно это важно для людей, которые не играли никогда. Если, ну, там, типа, я ролевик с 93-го года, я могу и потерпеть. Я уже разные в своей жизни видел, и там, уважаю конкретно этого чувака. Но лучше сделать подготовку интересной. Как видите, я вам здесь тоже подготовила задание, какую модель из своей игры вы можете докрутить до полноценного околоролевого интерактивчика. Но это останется вашим домашним заданием, иначе я не успею рассказать все самое вкусное. Двигаемся дальше. Вот. Наконец, нортик. Ну, по фотке, надеюсь, сразу понятно, что это нортик. Это происходило, ну, как бы, да, сразу разъясним понятие. Под нортиками понимают очень разное. В городе Красноярске нордиков вообще, как бы, раньше не было. И поэтому у нас нордиком, в общем-то, принято теперь называть любую экспериментальную игру. Поэтому я предлагаю уже слово нортик, может быть, несколько вывести. Слово нортик, как послабительное. Да, оно, тем более, оно там зашкварено в некоторых тусовках, поэтому экспериментальные игры, то есть игры принципиально не похожие на классический ролевой формат. Это, казалось бы, объяснить новым игрокам еще сложнее. Что мы сделали, через что мы это сделали? Движемся дальше. Здесь представлена очень простая история. Квест в библиотеке, который тоже у нас был отдельным пунктом. Я знаю, что похожие вещи, ну, в смысле, такие вещи совершенно точно проводились и в Москве, и в Питере. Вещь абсолютно не новая, а ключевая особенность, на которую я хотела обратить внимание, вот конкретно в нашем контексте. В нашем контексте было четыре площадки. На каждой площадке игроки приходили, им давали общую вводную, и они дальше взаимодействовали в пространстве игры. Площадки шли по усложнению. Площадка номер один – аукцион. Минимальная точка входа. Очень простое действие, которое ты делаешь, ты или покупаешь его, ты не покупаешь его. Достаточно просто руку поднять, ну, и там первое конкурентное взаимодействие создается между игроками. Площадка номер два – здесь, собственно, фотография с аукциона представлена. Площадка номер два – суд присяжных, наш любимый, обкатанный тоже на множестве игр. Возможность подискутировать в относительно безопасном формате с небольшими театрализованными вставками. У нас там, например, присутствовали, типа, виновники преступления. Это все было стилизовано под начало 20-го века. Это было фория площадки, на которой мы проводили это мероприятие. В нашем сетинге мы это обыграли как, типа, события до игры, ну, там, начала 20-го века. События не были связаны первым с вторым, получается? Или как? Еще раз, а, они переходили, я поняла вопрос, да, они переходили как бы с временными разрывами. Они помещали роль на входе, и они двигались этой ролью, ну, типа, и прошло, и прошло 10 лет. Вот, влияли ли события вот этих кабинетов в Суппризиажных на события последующих лет? А они тоже... Если вы увидели, насколько у меня Суппризиажных, вы же тоже, как и первую кабинетку, катали десятки раз. Нет, вот это мы провели один раз, потому что на нее сразу пришел трафик в 220 человек. Мы поняли, что мы еще раз такой и не пережили. Нет, я имею в виду про суд. Про суд? Суд, это же там, наверное... Суд, это элемент. Ну, то есть, суд, это элемент вот этого вот, да. Понятно, да. Общая игра по станции. Да, совершенно верно. Общая игра по станциям, ровно это я и хотела сказать. Возвращаясь сюда, ну, суд, думаю, не стоит слишком сильно пояснять. Выходя сюда, они переходили на третью площадку. У нас вообще был очень жесткий тайминг, в том смысле, что всего 20 минут на группу отводилось. Последняя третья площадка была про выбор. Не секрет, что в Сипирь ссылали, ну, людей разных, провинившихся. И у нас последняя была про... И не провинившихся. И не провинившихся тоже, да. Ну, такая условная отсылка к декабристам, про сырных, про тюрьмы, про вот эти все прекрасные вещи. И люди выбирали, ну, они случайным образом получали жетон. Один человек случайным образом получал жетон. Он был преступником. И они выбирали выдать этого преступника народу. Или они выдали на расстрел. В конце был расстрел. Все было очень красиво. Музыка, стилизация, свет, звук. Хорошо погружало. И вот здесь были введены первые элементы, вот как раз экспериментальной игры, когда участники не просто приходят и взаимодействуют, как и необычно взаимодействуют. Были введены первые правила, ну, условно говоря, мордика. И так как подготовка шла относительно плавно, люди уже почти познакомились за эти 20 минут друг с другом, у них здесь не вызывало конфликта в голове, что, типа, сейчас кого-то расстреляют. Сейчас у нас есть четкое правило по коммуникации между друг другом. Можно ли пример правила народика, которые были там введены? Да, конечно, можно. Давай я уже все после игры скину в общем, в общем. Мне одно, чтобы понимать, что какого рода правила, в какой сложности это правило. Ну, это были очень простые правила, типа, найди себе, ну, там, встреть случайного человека, это твой лучший друг. Встреть случайного человека, это твой лучший друг. Очень такая, очень простейская модель, могу развернуть, если вы... Связь с человеком в какой-то определенной роли, получается. Ну, да, совершенно верно, скорее, установление новых связей между, да, и новых паттернов, и новых целых. Да, удобные горизонтальные связи. Да, прекрасные горизонтальные связи, которые работают везде, и особенно хорошо работают на незнакомых людях. Здесь, как видите, внимание задание, какой странный, при этом простой интерактив можно сделать, чтобы сделать воронку в 220 человек. Почему говорю про это сейчас? Потому что воронка в 220 человек дает нам очень хороший результат в виде, там, типа, 10 адекватных новых людей у тебя на игре. Ты видишь всех, они многие хотят после этого, но ты, как вот, абсолютно верная была идея, ты их тоже ранжируешь, ну, там, по степени адекватности, по степени качества подготовки к игре. И отсюда мы забрали основной состав на свою финальную игру, и этот инструмент могу презентовать как такой один из самых, ну, с моей точки зрения, один из самых удачных, именно по количеству, по притоку новых людей. Двигаемся дальше. Второе погружение в нордик, это была уже классическая игра. Она была сделана, ну, в смысле, классическая нордиковая игра, которую я привезла из города Осква. Я ее даже, как бы, не сама придумала, поэтому это такая франшиза, нужно сказать. Ну, я ее доработала под наш сеттинг. И что было? Все люди, которые пришли к нам, вот здесь, правда, кадры с Томского прогона, они очень хорошо пофотографировались. Все люди, которые пришли к нам, по большому счету, погрузились в ролевую игру, но замаскированную под психологический тренинг. Мы не говорили, что это тренинг, но правила были такие. В начале был воркшоп, они приходили с нулевыми знаниями о сеттинге. В начале был воркшоп, который позволял установить горизонтальные и вертикальные связи, понять, кто кому мама, папа. Чтобы для общего понимания, это была игра про поколение, где были дети, среднее поколение и старики. Они умирали каждый год, они взаимодействовали, женились, рождались новые дети. Возрождались с детьми, да, в других семьях и так далее. Идея, в общем-то, ну не новая, она была реализована на очень крупных проектах, как я вчера услышала, тоже с большим успехом. И у нас она тоже просто взлетела за счет того, что было очень облегченное взаимодействие. То есть мы сами придумали, кто кому брат, сват, мама, папа и так далее. Люди легко в это включились. И действительно по формату игра до момента, пока люди там не начали умирать, не стала включаться музыка, выключаться свет, игра очень напоминала обычный тренер, на котором, в общем-то, достаточно большое количество людей уже было. Нет никакой там специфической, там, не знаю, сюрреалистической мебели, одежды, а не в своей одежде. Пространство просто разделено малярным скотчем на полу. А где были персональные задания? Персональные задания, ну в смысле, вот мы не выдавали склады персональные задания. Обед лишь полчаса. Да-да-да, да. И мы поэтому сейчас закончим, поэтому мы интерактивы больше делать не будем, к сожалению. Да, видео снова смотрим. Да. Видеофинал хотите посмотрите? Давайте, дайте я мысль скажу. Нет, я скоро, я вообще радуюсь. И сразу. С моей точки зрения, было, ну как бы, что самое удачное из этой модели я взяла, так это вариант подготовки людей через не совсем игру с обязательным применением воркшопа. То есть показываем, как играть, играем в тестовом режиме и затем люди приходят на игру и понимают, что там делать. Последняя часть игры у нас проходила с полноценными кусками лордика, прямо такие, как погружение в прошлое, погружение в будущее, отмотка, промотка по времени и так далее. На 30 человек, на корабле она прошла. Давайте посмотрим видео. А мы можем в обеде договорить? Да, я думаю, что если мы сейчас здесь мочкнули вопросы, чтобы их хорошо набросить, а потом в обед пойдем их обсудим, будет лучший формат. Давайте тогда обсудим, что мы сейчас набрасываем. Давайте просто за один стол, с этим мы обсудим прямо там. Давайте видос посмотрим, куда мы за обедом делать не сможем. И пойдем обсуждать в обед. Нейтральные воды, ворум смотреть не будем, сразу туда. Ну видос тоже такой, именно игровой. Дамы и господа, добро пожаловать на сюжет руника. Какая форма? Нейтральная игра. А щит. Политика, экономика, война. И журналисты. И светские развлечения. На корабле. Ну я же сказала, настоящий корабль. Ну, как снимали, это реально прикольно. Обычно он же был уже не на ходу без мотора. Или он шел? Нет, он на ходу. Он на ходу нет. Для нас он не плавал, потому что мы его арендовали за 10% по стоимости. Нет, мы просто нашли корабль хостел. Снимай, этот вот кинка сделал. Если он, как мы еще будем нормально, сделался. Ну, кстати говоря, ну ладно, про корабль отдельно будет. Еле есть никто не знает, кстати. Вот примеры нордика, кстати говоря, вот сейчас, когда люди ходят концептуально, вот, познакомятся, горизонтальные связи с кунами. Прям в каждом. Можно тыкать и говорить, что это одну игру. Это ватшоп, встроенный в игру, который предваряет игровое действие. То есть внутри игры? Внутри игры. Это не полностью? Нет. Полностью внутри игры игра уже началась с старого станка, и ватшоп уже там. Дальше. Дальше. А, у нас еще был балл, да, забыл сказать. А, на корабле. Да, конечно. Концеп такой. Кто не хавает, не хоронили. У нас его, кстати, не было. Ну, на корабле же, конечно. Ну, это прекрасно. Так, вот, в другое не было. А зачем, а зачем, а зачем, а зачем, если мы кормили вставали? Большое спасибо, что пришли ко мне на семинар. Предлагаю всем перемещаться в зону обеда и задавать вам вопрос. Итак, на самом деле, вопрос у меня глобальный несколько, и все не решили с одного слова. Зачем, 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 очень много.